Так, прошло полтора часа. Некоторые говорят, подолгу нельзя, у людей заканчивается терпение. Ну, давайте еще немножко, а потом вопросы, чтобы все-таки не напрягать сильно. Здравствуйте, Олег Васильевич, прошу ответить. А, хороший вопрос. На вебинаре об опылении абрикосов. Одновременно цветут или нет? Нужно ли подбирать сорта, чтобы цвели одновременно? Вот. Сам опыляется или нет? Может произойти опыление все деревянного сорта. Как опыляются дикие абрикосы, эндемики? И вот именно. Что будет, если они опылятся от культурных сортов? Ну, все мы с вами уже вообще-то переговорили, 24-й или 25-й вебинар. Ну, давайте по порядку. Ну, значит так, одновременно цветут или нет? Конечно, надо, чтобы цвели одновременно. По крайней мере, визуально. Потому что если один цветет, другой нет, он опылить его не сможет. Визуально и на том, и на том должны быть цветы. Раз. Нужно ли подбирать сорта? Принцип один подбора сортов. Именно абрикосов. Подряд. Не выбирая. Вот. Сейчас я вернусь. Вот. Я не могу так вот сказать. Да, нет, пошел. Помните анекдот, который кончается словами? Да, нет, пошел нафиг. Вот. Я не могу так. Вот смотрите. Сейчас вспомню, что я сейчас хотел найти. А мою же фотографию, где? А вот это вот самое. Я про это не раз говорил, но раз вопрос задали. Вот смотрите. Вот. Вот здесь абрикос. И вот здесь абрикос. И вот здесь. Уже даже один и тот же, будучи посажем на разные места, у них получится разбег в 1-2-3 дня цветения. Ну не просто цветения, а созревание песика и тычинки. Понимаете? Поэтому, первое, нужно это, уже получается, они, ну, вот же у меня абрикосы, вот абрикосы, вот тут абрикосы у меня, и вот тут абрикосы. Помните принцип, лучше из лучших, остаются навсегда. Вот. Даже один и тот же, уже показывают разные результаты в разных местах. Раз. Второе. Казалось бы, да, абрикосы малоплодные. Мне приходилось по молодости вырубать те, которые не хотят плодоносить, хоть ты за это. Чего только не делал, только нет времени повторять, что я делал. Бесполезно. Тогда я стал брать количество. И вот только тогда начало получаться. Значит, наконец, моя догадка, которую я отношу к своим личным, потому что я этого не знаю. Просто я знаю, что по-другому не может быть. Первая догадка, это, а, не совсем моя, ветровое опыление. Просто большинство ученых его, практически вся наука не признает, что дунул ветер, и пыльца умудрилась попасть прямо в пестик. Прямо в это, в самое, в рыло, или как бы, ну, короче, в пестик. Вот. И что ты будешь делать? А у меня бывали весны. Пчел нет. Цветение, холодильное, ветра. Урожай нормальный. Вот это было. Что было? Ну, пусть год-два таких, ну, было. Я наблюдательный. Дальше. Значит, я еще раз говорю. Многие деревья, в том числе абрикосы, склонны к частичному опылению. Вот Мажерин у меня, единственное, купил четырехлетний переросток абрикос, да? Я на третий год зацвел, заплодоносил, и потом дал такие урожаи, вот. В детстве беда только в одном, что пришлет не могу открыть, пришлет не могу открыть. Мы, видимо, мы оба хорошие садоводы, но нигудочно эти, компьютерщики. И вот, значит, это один крайний случай, да? Другой крайний случай у меня. Брал топор, вырубал взрослый абрикос, который так, сосед мой срубил абрикос. Он рос в одиночку, и где-то в метрах в ста не было ни одного абрикоса, чтобы опылить. И он не опылял, не хотел. Но я все-таки пришел к такому мнению, что частичное опыление абрикосов есть. Хотя бы частичное. Очень хорошо опыляется волочная вишня. Отвечая на вопрос, такой вопрос тоже был задан. Волочная вишня сама себя хорошо опыляет. Это мое наблюдение. Я никогда не верю в том, что пишут. Отучили меня верить. Уча убивать деревья, отучили верить. В принципе, науке. Значит, персик сам себя опыляет. Но, еще раз говорю, ребята, поймите правильно, это основополагающий мой размышлизм. Такой вот размышлизм. Значит, созрел пестик, а тычинка нет. И дерево стоит бесплодное. Потом может случиться так, что сосед опылил, пчелка принесла пыльцу. А может, не опылил. Мы говорим, дерево самое бесплодное. А оказывается, когда тычинка созрела и убил мороз. Могло быть. Могло быть раз. А потом вдруг, на следующий год, это же дерево, все в плодах. Почему? Дерево, которое считается самоплодным, ждет супруга. А своя тычинка никак не созреет. Супруг опылил, прекрасно получил с потомства. То есть, у него два супруга. Это идеал. А его нет супруга. И тогда она успевает. Пока еще не все, но многие еще пестики еще не завяли. Тычинка все-таки дозрела собственного дерева. И все-таки опылила. И мы имеем хоть скудный или в среде, но мы имеем выражай абрикос. Поняли? Но, еще раз говорю, самопыление, это не достоинство дерева. Это возможность ему просто сохранить свой род. Но точно так же, как мы не женимся на сестрах, оно не должно себя опылить. Садите как можно больше. Не знаю, ответил я на ваш вопрос. Не ответил. Вот так. Сейчас 40. Это я где-то... Ну, все-таки приличная фотография. Вон, видите, две трети мы просмотрели. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Сколько надо бы еще вам рассказать. Посмотрите, что творится. Так, давайте сделаем так. Все-таки вы устаете от этих разговоров. Я когда-то начинал с трехчасовых. Потом меня ругали. Вот. Я еще скажу только, знаете, о чем? Все тоже заканчивается. Сезон рассылки. Вот. Видите? То, что я не смог разослать, я потом открываю. И что я вижу? Одни переросли, их выбросить надо. Я специально в середине лета раскрывал, которые залежались. Не проданы, да? Вот. А другие не смогли бы зайти, потому что первые высосали всю влагу. Это называю эффект кукушки. Вот они, кукушаты. Видите? Вот один, второй, третий отняли. А эти не смогли проснуться. А смогли бы, если бы, или были посажены вовремя, или хотя бы переделаны в большую тару. Еще раз призываю вас. Где-то у меня этого на экране нет. Где-то в верхнем правом углу. Наверное, если вы нажмете. Если все по-старому Антон Сафронов оформил. Вы нажмете и сможете заказать косточки, семечки. Вот. Поэтому еще не поздно. Еще не поздно. Но идут уже последние недели. Это уже серьезно. Вот представьте себе, что в каком состоянии броски. Вот. И какие у меня бывают проблемы. Может быть, вы больше никогда их не сможете купить. Кстати, это свежий снимок. Видите? Вот. Добрый день. Посылку получила 12 марта. Все переложила по баночкам. Досыпала песком. Уложнила, убрала в холодильник. Практически весь песок был суховат. Ну, я уже объяснил. Суховат не потому, что мне воды. Я воды пожалел. А потому, что они высосали влагу. Вот. Это кукушки высосали влагу. Раз. И они все равно частично влагу приняли в себя. Набухали. Вот. Кусочки вышел очень скороплодный. Взошла в дороги. Вот. Видите? Вот. Что творится? Еще не поздно. Открою маленький секрет. Я это учитываю при высылке. Вот. Никто не скажет, что если вот это уже пора выбросить. Что он выбросил 10 или 20 рублей. Уже никто этого мнения не это. И морду не плюнет. Ну, что, друзья. Пока все. Про черенки не забыли. Пополнится список яблонями еще. Вот. Он у меня еще пополнится немножко абрикосами. Вот. Есть любители рисковать. Это абрикосы персиковые. Есть любители надежных. Амуров, Артемов, Серафимов. Это уже в Сибири никогда не замерзать. Это уже, понимаете. Вот у меня уже дырку давно просверил орден. И никак не прицепит мне Путин это. Ну, ладно, он не знает. А те, кто знает, им это все по барабану. А представляете, в Сибири, Амуры, Артема, Серафима королевские с Францией уже десятки лет не замерзают. Представляете? А где-то Ажердели-то Европа. Дар небес Европа, где сыра. А королевские Франции, где сыра, Европа. Вот. Вот так вот. Поэтому жду от вас заказа на черенки. Скажите, а вот что тут Сафронов делает, Антон Валерьевич? Ему это легко обходится? Вот. Это он маленькую долю получает от этого, если что-нибудь закажете. А так получается, что мы с ним два бессеребренника. Вот. Ну, я надеюсь, слезу из вас не вышиб скупую мужскую. Ну, пожалуйста, не теряйте, возможно, последний его шанс. Я не собираюсь помирать, но я ей гарантии не даю. Вот. А вот, кстати, один из наших. Вот. Вот эту фотографию прислал. Здорово. Вот она перепакованная. Вот теперь влаги хватит. Все. На сегодня все. Сейчас Антон Валерьевич просьба перейти к вопросам. Пока коротко. Если где-то серьезный вопрос, потом вернемся с фотографиями. Потому что такие фотографии на всей планете больше нет ни у кого. Ни у кого. Продолжение следует... Продолжение следует...